Сегодня в порядке разъяснений, рассмотрим тему технологии обучения. С обучением связана вся человеческая жизнь. С самого появления на свет и до кончания своего века человек со временем ученого. Он приспосабливается к кровооческорбе и к ее требованиям. Какое бывает обучение? Ну, во-первых, внутривидовое. Всякий, кто кладится, размножается, обучает свое потомство. Естественно. Межвидовое обучение бывает. Когда берег, он кипит в руку. Например, как мы знаем сегодня в Китае, имеется школы. Сколы кота борьбы, как мы говорим в Китае. Сколы паиста и так далее, и так далее. Это китайский вид борьбы. А где у вас его берется зубоплительство. Сколы кота борьбы и так далее, и так далее. Среди гонусапия, когда появился гонусапия, здесь обучение производилось. Обучение бывает такое, стало. Оно бывает расовое. Тема, как я знаю, на самом деле гонусапия. Нравится. Потом межрасовое обучение. Когда, допустим, белая раса, принимает обычая мигроидная раса или мангалоидная раса. И наоборот, часть мангалоидная раса играла по правилам геофизии. И среди гонусапии распространились контакты с элитимером. То есть, это, например, самостоятельные. Всякими пососторонними. По типу глобасков или матушка, бальгарская, бояргарская. Ну и так же, на самом деле, делаем предприятие. Пророки. Все неконтактируют. То есть, обучение шло по линии нисходящей. Смерт и вниз. От бывшего разума. То есть, гонусапия. От бывшего поколения. Поскольку человечество, как рассмотрелись, то есть, оно настоящее недавно не произошло. Несмотря на огромные прогрессии. Само человечество в дрессе. Это уже доказано вроде инфекции. Несмотря на похудения, на последние контакты с более развитыми силами. Ну и дальше рассмотрим следующее. Так же, как человека дрессируют всевышние, они нас обучают, направляют наши действия в высший радум. Так же, человек пытается брать пример этих ангелов, которые нас обучают. И пытается также обучать другие виды более низкопоставленных. Например, обезьяны. Сейчас уже хорошо работают на компьютере. И почти как человек в некоторых вопросах. Далее, обучение производится дрессировка животных. Это тоже такое обучение. Обучение. Ну, нельзя заметить, что многие виды животных и птиц, особенно птиц, птиц выведения пород. Гибротизация выведения пород как растений, так и животных. Ищите такие нано- и генетические эксперименты. Ну, так, видимо, в прямом понимании поняли фразу в Библии. Познай самого себя и довольность тебя. Вот пытается генетически показать природу, структуру человеческую. Тело, его кристаллирование, его гибротизм, тело, на задней линии. Соответственно, дошли до задней линии. Ну, и Борга. То есть, попытка связать живое с ним живым. А также составить конструкцию. То есть, народа геологический кастер. Так вот, технологии, так и и технологии обучения. Ну, это, во-первых, как личным примером, как ингредиент, в мире истин, в мире приматов, обезьяны на личном опыте. Если одна обезьяна не все из палочки использует, из палочки доставать из трубки пищи, из трубы пищи, то другие сразу перенимают этот опыт, и через некоторое время все начинают пользоваться этим приемом доставания пищи. Ну, и будем говорить о с лесообразным поведением мыши и рыб, которые, власти, фантастические результаты, которые, власти, фантастические результаты, говорят, в этой истории. Первобычный человек. Археология показывает, что человек все университетской роды, и другие виды животных. То есть, до того момента не выделялся, особенно у животных, до момента строения вируса. А после освоения контроля над обнем, человечный рестопотворк вирус. Ну, здесь я не буду повторять, просто коснуть на глубокие исследования Ингресса, в этой истории, родины Семьича, фантастических результатов, которые являются вот этим ингрессальным и непроизводительным трудом в этой истории становления и преувеличия человеческого общества. Далее, в Гиблии, в Гиблии, в Гиблии, все-таки, показывают нам скот, выходили четырясные дети, выходили ангелы, вступали в биологические связи с длинными женщинами. Затем, произошли великие люди, гиганты, в Гиблии. Затем, по влиянию земных глобальных, так называют, всех гигантов, в Гиблии. И, конечно, современный человек, который теперь считает, что он является гибридом, так сказать, первобытого человека и атлантов в Гиблии. Здесь, что мы хотим отметить? Что привлечили нам в Гиблии? Это опыт правительства, в Гиблии, в Шаржере и так далее, по различным предметам, которые многофункционально не могут быть. Одна из великих функций это терапия, это терапия, для обеспечения фасионов нелечебных. То есть, и в Гиблии керамидов и кроме того, у керамидов в нашей территории достаточно хорошо получается с индукратом, с тем, 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 что следующее, ну, как геологический монумент создавался на этот петербург не говоря уже о тех домах, которые сейчас связаны. Вот вот мы об этом не будем говорить. Это пока не доказано. Известно, что в Гиблии народ разделился на три основные веки. веки это псевдиты, хормицы и европеолицы. Далее большое значение имела сказка Фамурати, который впервые ввел законы для человека, кисленные законы и были переписаны. И законы потом должны посередать человеку. Это ветки завет веки который потом полностью зашел в Гиблию. Далее появились пророки, которые специально учили только веки и учили как надо правильно быть. Морально на своем примере это прошел Падон, который кроме того, как являлся пророком и прородителем и мастерем Иисуса Христа. Кроме того, он являлся большим учителем и салмана, который является фундаментальным обучающим материалом. Идет в помниках вверх салмана. Далее пришел Иисус Христов. Он силенский учитель. Прошел спасать отдельно от людей, но тем не менее он пришел как всевышенный. Поэтому все его действия, все слова его и поступки они справедливы для всего человечества в настоящем времени. Это развивающийся век до настоящего времени и действия пока еще не отрадет. Наоборот, она приобретает все больше силы для причины. Хотя в настоящем время ее пытаются вернуть. Показать, что если это не как он или обыкновенно пророком как Иисус Христов. Здесь надо сказать следующее, что даже в Библии написано, что Бог один ценовей возникли не одного. Даже если считать, что это просто пророк, то этот пророк не меньше, чем с второе. 20 лет. Раз до минуты. Вот на таком уровне сейчас строится Физет Атриизм. это вторая вещь значит первое написано Физеизм то есть опору на всевышим силам и человеческое уничтожество он должен операться не только на всевышите на пророков и всевышим исходя из этой дедуктивы А вторая вещь она говорит что эмористонная говорит что материальная это физическая и что развивается эмористическая постепенно преобразование в простом спорте. Это индустрия. Подход в обучении. Какая стабильная превалирует вообще в области до сих пор неправильность в каждом человеке есть и тот этот человек он становится человеком никого изменится бесконечно из он справит и еще не было такого человека который собирался без Это очень удивительный факт. Сейчас мы рассмотрим технологии, какие были обучения в древней грекции. Вот, допустим, крупные философы, например, философы, философы, и вокруг них ходили ученики. Они перебивали в древней границе, чаще всего в Бельгензе-Борде, где между Казани и Крымзе, где достаточно было пищи и свободного времени. Вот, умозрительные, отливая свои опыты, эти философы, совершенствовались на основе привода и предыдущих своих тактов, наставников. Ходили они с тайками небольшими учениками, его главешних стилями, и набирались вот этого опыта. Оттуда язык, тут и материизм, и геометризм появился, и научу всего. Начиная с геометрии, потом перебросили в алгебру, и так далее, и так далее, в высшие материалы. Вот такая была технология. Передача от учителя, тут и матери. Так, как, в общем, вообще, у нас возникло и ровно. А, и ум, что все происходило ушло, используя единственную запоминающую стрелку, это словом, что он был. Многие были очень развитые, памятные были, отверстия не виды, поскольку никаких письменных, пускай по капиталу не держали, а здесь все было в голове. Те письменные источники и таблички, которые мы читали когда-то в детстве, они все это хранение распространяло на своих этапах, поскольку физически эти таблички перед детьми головы не являлись в центр космонии, в центр космонии. Таким путем до крупной резолюции в этом деле по записи информации, до изобретения истинных носителей. Как мы примерили табличек каменных, высказывали дощечки со стилистами и наконец на грамме, папиру и бумагу. На этих носителях произошел легкий список в обмене информации и в общем общий уровень обучения важных. То есть вот эти заболевания, технологии обучения внести очень соблюден калитет. А в настоящее время это прогнулось статус. Появились фотоисческие, но появились слайды для фирмы, телевидения, компьютерные сети и проекторы. И все это стало служить источником информации, которую в основном теперь заменяет в основном учителя. И пошла тенденция, что учитель теперь в основном не учит предметов, а он учит, как надо добыть информацию в этой жизни. Каким образом ее извлечь из этого моря информации, которая сидит. В интернете на празднике, секси и так далее, газеты и журналисты. Эта тенденция, в общем-то, с одной стороны, она положительная. То есть ученик получается в настоятельном интервью. А с другой стороны, она лишается личного примера самого преподавателя, который, имея опыт в голове, не передает его непосредственному учащему. А он учит его самого плавать в этом море информации. Он бросает его в море информации. И тут вынезли Тарасковка и учительный изобретательный шипер, который уже учители это наиболее. Вот такая идеология, она была еще растена для 60-х годов, нескольких ведущих музык в Москве. Когда преподаватели, институты, институты говорили студентам, что мы вас учим учиться. Мы вас не учим предметам, мы вас учим учиться. Вот на этой степени произросла отрыв наставника, который был характерен для древних силов, которые непосредственно контактируют в своих металях. И живым словом, живым примером, своим личным опытом передавали ему знания. Вот здесь и произошло то, что мы называем выхолашивание вот этой всей науки. Мы видим это сейчас в революциях, но и лицо. Почему? Потому что все учиты, которые Владимир Владимирович делал и учитель, все учиты. Все учиты и все в основном изобретательные учиты. Потому что все это уже не должно быть летом. А те академики, которые должны, в принципе, обучать нас, они занимаются политикой, они не занимаются непосредственно преподаванием. Резко кто в интернете сейчас увидит лекции, допустим, того же алкоголя. Или нет, это не так. Вот, видишь, вот Игорь Расменович Крылок, который юридический авститизм преподает в Ленинграде, и авститизм преподает. Это прекрасная лекция. Поэтому, в принципе, и надо встретиться, где живое слово учителя, и тут же ученики, и это мы видим в аргенте, как бы присутствовали и подсветили за живое лекция. Вот, к сожалению, этого сейчас у нас мало. И обучение производственным процессам в то же время, вот обучение наукам высшего порядка стало проще. А обучение непосредственно производственным технологиям осталось напряженным. То есть сидят туда, у вас, и они обучают, непосредственно, а кого обучают? Где это время обучают? Почему? Потому что в системе вот этот жесткий процесс обучения, где можно вибридовать новостепи. И нервный девать только в теме непосредственно ручного, а он сейчас не ручной, а ручной и интеллектуальный труд одновременно. Вот поэтому-то и есть разрез, как ручной. Учителя не хотят обучать, а учителя не хотят обучаться. Вот эта проблема современная, таким образом мы с вами рассмотрели. и, и вот возьмем ему Иисуса Христа, как образец учителя. Он так обучал. Он что-нибудь писал на бумаге. А в то время уже пергамент был. И книги были печатаны, рукописные хотя бы книги были. Длинные и действия писали. Почти, пророков были, и спады Данилея были. Но ничего не писалось. Один раз только вот в Библии помечем, что когда привели к нему наступ в мудридство, то он сидел на песке и писал херстом. Херстом писал на песке. Но это тоже неференитая вещь. Вы посмотрите, одна фраза, а сколько она развернулась, как отвечал на песке. Ведь это все, тренний, и кто-то тренний. А какой довереный, и не тренний, и все телефоны, и все телефоны, и все телефоны начать основной материал для запись информации. Вот почему одна только фраза в Библии, какому прогрессу, даже технологичной, технической, все огромные, раскрыла на горизонте. А ведь он сам непосредственно ничего не писал. Как можно об этом судить? И только вот следите, то есть о том, что он писал, а что он писал? Где тот берег, на котором он писал? Где тот песок? С удовольствием, я бы куда-то съездил, знаете, берег, где это происходило. И изучил бы этот песок. Может быть там особо следует, какой не будет. Что-нибудь мы можем идти в том масштабе. Большое вам спасибо за внимание. Если было интересно, то вы почерпнуете отсюда что-то для себя, полезное и нужное процессы своего обучения. До свидания, до новых встреч. Спасибо за субтитры, и субтитры, и субтитры, и субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!